Желтые контейнеры стали появляться в Самаре с 2013 года. Начинали с 50 площадок. Сегодня их в 10 раз больше. И это не предел. Мы считаем, что эксперимент настолько успешен, что мы уже отказались от понятия эксперимент. Это уже у нас постоянное мероприятие. Оно все ширится, приобретает все большую массовость. Пластик в естественной среде разлагается около 500 лет. А при возгорании PET-бутылки выделяют ядовитые вещества. Экологи отмечают, для воспитания подрастающего поколения опыт раздельного сбора мусора очень полезен. Так как люди привыкают к тому, что есть некие экологические понятия, которые можно использовать в быту, терминология соответствующая. И дети, они также с малых лет, когда есть такая система, они уже знают, что есть такое понятие, как раздельный сбор. Сортировка мусора позволяет существенно сократить число свалок. То, что могло годами разлагаться, может подарить жизнь новым товарам. Бутылки у нас сортируются компаниями, которые производят их сбор. Измельчаются до состояния таких вот опилок пластиковых. И это добавляется к новому пластиковому сырью, из которого делают точно такие же бутылки. Отходы могут быть отсортированы как вручную, так и специальными машинами. Это вполне может стать прибыльным бизнесом. Создание производств по раздельному сбору мусора и предприятий по его переработке создает новую, неограниченную потребность в рабочей силе. Мариана Мирная, Максим Гусев. События.